Доброго времени суток дорогие зрители гости и подписчики канала начинаем новое строительство которое будет вестись параллельно с мистершмиттом это у нас набор миг 21 мф от компании Эдуард 48 масштабе профи пак набор предоставлен магазином я моделист за что ему отдельное спасибо ссылочка будет в описании ну что ж поизучал инструкцию посмотрел что да как в общем здесь нам предлагается начать с панели приборов с ниши передней стойки шасси и двигатель ну и немножко убранство кабины вот начальная для меня это не свойственная как бы очередность но будем двигаться по инструкции снимать я буду наверно также как на мистершмитте что-то особо крупная работу с мелочи буду выводить за камеру показывать это уже поэтапно если что-то крупное то в прямом как говорится эфире потому что моя камера пока не позволяет показать в полной мере работу с мелочевкой начнем непосредственно с панели приборов а кстати еще один такой нюанс смотрела когда инструкцию натолкнулся вот на этот пункт как видите вот здесь написано что в этот обтекатель нам нужно будет заложить груз поэтому вся наша стройка будет крутиться вокруг этого придется наверное отдельно все это нам под собрать под навесить все эти крылья хвост киль с оперением чтобы нам было понятно перевесит или не перевесит так что главное это не забыть сделать ну что ж ухожу на паузу работаю с мелочью и уже потом вернусь либо на покрасочных работах либо уже на готовый результат скоро увидимся итак ну что ж подготовил я тут кое-что под собрал такая у нас расчлененка сейчас части двигателя части для панели приборов низ шасси стенка нашего кокпита ну и на стенки фюзеляжа здесь сделал под панели приборов сейчас я это все подготовлю к покраске будем сперва задувать в черный как меня просил один из подписчиков показать как я работаю с ревелом повторюсь я не так часто им под аэрограф работаю чаще всего под кисть ну покажу сначала до конца как я его разбавляю и что да как сейчас подготовлю наши все детальки для покраски и начнем делать пришейдинг вся специфика работы с ревелом заключается в том что это довольно густая краска сама по себе поэтому ее нужно очень хорошо разбавлять для аэрографа она также сама по себе на водной основе во всяком случае та которая у меня это серия аква поэтому под нее обязательно очень хорошо нужно обезжиривать поверхность сама краска не очень вонючая даже очень приятно пахнущая таким каким-то вишневым ароматом отдает также как и сам разбавитель наливая обычно на глаз принципе нам вот этого количества краски будет достаточно все никак себе не соберусь приобрести пипетки для удобной дозации как видите да это у меня банка уже разбавленная это она довольно густая то есть вот если взять на стенку видите как она медленно растекается поэтому разбавлять ее обязательно перед каждым так сказать употреблением добавим разбавителя разбавитель фирменный чем ее еще можно разбавлять честно говоря не знаю не пробовал но теоретически наверно дистиллированной водой тоже можно будет разбавить потому что водой она очень замечательно размывается особенно когда вот работаешь кистью кисти промываются водой намного проще чем от томии или ганзы вот у нас в принципе мы добавили растворителя и она уже поактивнее начало стекать надеюсь вам видно то есть растекается она уже более лучше точных пропорций я не скажу потому что всегда разбавляю краску на глаз используют такую стеклянную рюмку то есть как только я вижу что краска хорошо растекается и оставляет полупрозрачный след на стекле то есть до состояния молока так сказать то в принципе мне это уже подходит ну что ж сейчас заправим аэрограф этой краской и будем красить что и что и у Продолжение следует... 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 это от нее стенки, ну и центральные ниши, тоже стенки их, такой цвет интересный, когда подсохнет я может быть еще пройдусь, может быть и не буду, потому что они у нас в принципе должны быть грязные, теперь что я еще хочу покрасить, это дальше у нас получается части интерьера, эти створки мы уберем, пусть они сохнут, это мы тоже уберем, пусть сохнет, нам нужно покрасить вот эту стенку, нашу будущую панель и пол, а также боковые стенки на фюзеляже, вот в такой цвет, это изумрудный зеленый от мистер хобби колор, аж 46, сейчас я это тоже подготовлю и покрасим, скручь Продолжение следует... 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 тоже от фирмы Ганза это к сожалению у меня тут наклейка закрывает название но это h26 здесь подписали в магазине я моделист что это h26 то есть вот эти вот три цвета мы будем выкрашивать наши части двигателя вот ну и потом там будет еще детальная обработка что-то там подкрасить придется кистью ухожу на паузу готовлюсь к покраске ну и вернусь уже когда все будет готово я имею ввиду голосом покраску увидите не переживайте уходим на паузу а Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, покрасил я все наши детали двигателя будущего. Эти металлики от фирмы Ганза, они полируемые. Я вот уже отполировал наш большой блок стальной. И вот он сейчас у нас не то что блестит, но он еще и отражение небольшое имеет. Полируется он обычной салфеткой или ватной палочкой. То есть вот вы берете и когда уже подсохнет краска и немного так вот протираете, пока не получите тот эффект. Внутри вот он немножко даже отражает нашу зеленую поверхность. То есть вот такой вот у нас блок получился. Теперь дальше здесь получается у нас нужно будет здесь немножко подкрасить. Как вот на этой фотографии. Потом это у нас вставляется вот сюда. То есть соединяется. Сверху вставляется вот эта часть. И соединяется уже с нашей стальной частью. И на нашу стальную часть еще одевается вот это вот кольцо. Я его тоже отполировал. Он такой темный металл. Вот. Ну что ж. На этом наверное закончу серию. Получилась она довольно объемная. Из-за того что большой объем покраски был. В следующей серии начнем с того что я покажу то что я сделал за кадром. А именно я дооформлю наши стенки. Они кстати уже высохли. Вот такой вот цвет имеют. Здесь нужно будет прикрепить панели приборов. Которые даны в фото отравлении. Вот эти вот. Боковые. И уже дальше будем там раскрашивать. Ну точнее это я тоже за кадром сделаю. Раскрашу всякие мелочи в виде проводов приборчиков. В нишек шасси. И на стенке задней. Там где кресло стоит. Вот. Здесь вот. Надо вот это все прокрасить. Мелочи эти. Раскрашу естественно это все соберу. Ну и будем дальше двигаться. Ну что ж. Спасибо всем за внимание. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok